Это публичное выражение трогательной любви к смещенному с трона отцу. От его сына, 22-го короля династии государства Чосон, Чонжо. Чонжо перенес могилу несчастного принца в самую известную в те времена обитель света, Мёндан, селение Сувон, и нарисовал план новой городской крепости для переселения сюда людей из других мест. Первый в мире новый город, построенный по плану. Сувон Хуасон. В 1792 году король Чонжо призвал к себе ученого мужа Чоньягьона для обсуждения плана строительства новой крепости. Чоньягьон, привлекший для этой цели не только китайский канон о военном искусстве Пьонсо, но и последние научные знания Запада, учел все недостатки крепостей, уже построенных в Чосоне, и создал совершенно новую, соединившую в себе город-крепость для проживания людей и горную крепость для обороны от неприятеля. Новый город-крепость, начавшаяся строиться в феврале 1794 года, в 18-й год правления Чонжо, Сувонская крепость Хуасон имела длину в 5,74 километра и высоту стен от 4 до 6 метров. Опланировавшийся срок ее возведения в 10 лет был сокращен до 1,5 этого срока и составил всего 28 месяцев до полного завершения работы. Секрет возведения столь неприступной стены за столь короткий срок состоял в использовании изобретенных Чоньягеном сверхсовременных механизмов, таких как Ко-Джунги, Нон-Но и Юхен-Го. Так, при использовании механизма Ко-Джунги, приложение силы в 24 килограмма позволяло перемещать камни весом в 15 тонн. Это позволило сократить сроки, рабочую силу и расходы, привлеченные для строительства. Крепость прошла через период японской оккупации и была вовлечена в водоворот яростных сражений Корейской войны. Крепость Хуасон была сильно разрушена и потеряла свой первоначальный вид и целостность. Однако, сохранился подробный доклад с планом ее возведения от 1801 года под названием «Хуасон Соньяг-Гэ», благодаря которому крепость удалось восстановить довольно близко к ее оригинальному состоянию. И в качестве признания ценностей записи «Хуасон Соньяг-Гэ», а также заслуг по реставрации крепости, Сувонская крепость Хуасон в 1997 году была признана ЮНЕСКО объектом мирового культурного наследия. И потому сегодня крепость Хуасон, в которой запечатлена горячая сыновня любовь к отцу, несчастному принцу, а также мечты и смелые замыслы Чонжо, грезившего о твердой королевской власти ради прекращения межфракционной борьбы придворных кланов, и сегодня пользуется любовью многих людей в качестве редчайшего культурного наследия мирового масштаба. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok